Благодаря вот этой blackout-шторе мы высыпаемся с утра. Правда, сегодня с Колей встали так рано, что, знаете, надеюсь, сегодня может пораньше ляжем. Ну, в общем, вот, достаточно темно. Там сейчас я включила свет, а там, когда выключен, то прям совсем темная комната. Хотя на улице уже прям день-день. Дым у штору... О! Вот смотрите, у нас там еще жалюзи опущены. Сейчас поднимем жалюзи и увидите, насколько там светло и насколько там снежно. В общем, у нас прям настоящая зима-зима. Смотрите, какие дорожки снежные. Прям вообще красота. Вот люблю, когда снег, так светло. В общем, мое прям, наверное, любимое такое время года. Хотя и лето люблю. Вообще, все времена года люблю. Но зимой люблю снег. А осенью люблю желтые листики. Но уже явно не осень по погоде за окошком. Уже явно зима. Доброе утро, дорогие друзья! Мы с Колечкой проснулись. Сегодня, слушайте, мы легли в 5, встали в 10. Ну, по идее, не выспались, ну, не доспали. Ну, прям, знаете, вот я проснулась, прям чувствую, не могу заснуть. Меня на самом деле немножко разбудили наши ребята. Они в школу выходили в 8 и вот там немножко шебуршились. Хотя они, правда, вот старались нас не будить. То есть там свет не включали. Ну, в коридоре включали, но у него не яркий. Ну, вот просто мы услышали шебуршение и проснулись. Еще Мишулька пришел спрашивать, идти ли ему в школу, что что-то у него там горло побаливает. Ну, в последнее время бывает, я это знаю. Но температуры нет, явных таких, знаете, заразных признаков нет. Так что пошел. И пульс хороший был, я его пролечила хорошенько с вечера. Так что Мишка же недовольна. Вот это все вот ковидное время, все привыкли, хоть какое-то малейшее недомогание, все, остаемся дома. На самом деле же, ну, для взрослых-то людей, как бы, если ты несерьезно болеешь, ты ходишь. Ну, или есть неявно такие катаральные проявления, там, чих, кашель, когда ты прям вот, ну, заражаешь людей. Поэтому теперь целая история перестроится, что если у тебя болит голова, это не повод не идти на работу или в школу. Ну, вообще, ребята, осваиваются. Но я всегда смотрю пульс. Я с вами уже делилась, что я обладаю этой вот методикой китайской определения пульса по пульсу. Насколько человек здоров, ну, в плане, насколько его организм крепок. То есть не вредно ли ему лично будет пойти в школу. Поэтому если пульс хороший, идут. А если плохой, то могу оставить, даже если просто болит голова и больше ничего. Ну, слежу. Вот. Сегодня, знаете, мы так встали пораньше, то есть мы где-то так в 8, ну, начали просыпаться. В итоге встали в 10. Я даже опускала дополнительно штору, блэкаут, чтобы выспаться. Сегодня я хочу поделать уборку. Потому что, знаете, я давно хотела, но в последнее же время, наш Колечка, он засыпал в 5 часов утра самое раннее. Но хотя в последние дни он уже не вырубается на дневной сон в полночь. Потому что у него было как? Около 12 я хотел спать, забирался на ручки, на кровать, засыпал. Потом через полтора часа просыпался, и там до 7 утра дало это здравствует. В общем, тяжко было. Ну, вот сейчас он уже не вырубается. Даже папа Андрея-то уставший приходит с работы. Он там с Колей сидит, пока я моюсь. Но он сам сейчас засыпает. Так Коля как бы нормально там. Ну, просто идёт куда-нибудь шебуршиться. Папу не будет. Ну, и сам с папой не засыпает. И вот мы в последнее время с ним в 5 утра ложились. Почему-то активничал, что-то делал там. А потом тоже к 5 начинал на ручки. Так на мячик показывает. Мячик мне подкатывает. Садимся на ручки и засыпает. То есть прям очень понятно, когда что хочет. И до этого правда не уложить. То есть у нас уже большой с этим опыт. То есть это не в режиме дела. То есть это такой внутренний его часы. Так перестраивается. Но при этом, знаете, он столько всего нового освоил. Например, он начал давать стричь ногти. Это вообще так необычно. Потому что он вообще не давал. То есть только с папой и то там. Так строго. А мне вообще не давался стричь. А тут я сели мы с ним. Вообще всё постригли. И на руках, на ногах. Прям удивительно. А, ещё он купаться стал соглашаться. Я вот его два дня подряд купала. Сегодня правда не покупала. Ну вот, не знаю. Сегодня вечером планирую. Если он у меня не вырубится раньше времени. Покупаться потом будет хорошо. Мы в соляной ванне. Ну я сама принимаю ванну с магнием. И Коля с собой беру. Он там брызгается. Прям как малыш. В упоении. Да, вы кстати извините. Я вот такая, видите, ещё не в полной красоте. Но встала. И сейчас минутка есть. Что Коля не капризничает. Решила немножко вам рассказать. Какие у нас дела. Так вот, насчёт купания. Он правда так здорово купается. Причём первый раз. Мы когда с ним залезали. Ну мы реально два раза искупались. Первый раз вопил как потерпевший. Что как меня в эту воду. Но потом вопил, когда не хотел вылезать. То есть ему так понравилось. И теперь сидит в ванне. Прям знаете, по-настоящему. На попе, на дне. Руками, ногами плюхается. И до этого я всё так так упала. Его прям держать приходилось. А тут я его так ограничиваю. Ну ему важно, чтобы со мной. Один вообще не соглашается. Но тут со мной сидит сам. Сам там как-то плюхается. Я его так ограничиваю руками, ногами. Ну как ванночку ему такую поменьше вокруг создаю. Чтобы он не завалился. И он там вообще так хозяйствует. Знаете, так задерживает дыхание. Начинает брызгаться, брызгаться себе всё в лицо. Потом он такой отдышался. И опять брызгаться, брызгаться. Ну потом, конечно, надо пол вытирать. Всё это собирать с пола в воду. Ну я понимаю, что сейчас ему важно. Просто обычно дети так купаются более маленькие. От них не так много брызг. А это же такой трус, плавенолетний жеребёночек. От него брызги столбом. Так что всё мокрое. Ну ладно. И вот тоже он, когда первый раз мы с ним залезли. И он там сидел, плюхался. Знаете, он руки немножко вот искривлял. Как-то вот так плюхал. Вот руки не очень естественно держались. Так, знаете, напрягались. А второй раз, когда купались, во-первых, он уже почти не вопил. Ну так, только когда вносил в ванну. Что-то от меня хочешь. А потом залезли, всё нормально. Сразу сел, стал плюхаться. И даже потом спокойно вылезал. Ну когда накупался, там встал, говорит, эээ, типа вылезаем. Вот. И он руками хлопал по воде уже ровными. Никуда они не искривлялись. Как-то вот тонус выровнялся. И он так плюхал. А потом и руки сжимал в ровные кулаки. Потому что он даже не мог жать в кулак. У него как-то вот они искривлялись. Ну, в общем, я бы так хорошо на его тонус это воздействовал. Так что сейчас, так как мы не можем курс массажем провести, думаю, надо курс купания в ванне организовать. Но постараюсь. И может быть удастся всё-таки нормализовать сон. Я ещё, знаете, думаю, на сон сейчас летел. Что перед этим вирус перенесли. Легко, но как-то, мне кажется, это дало последствия на нервную систему. И плюс снег выпал. А снег, вот, что гроза, что снег, на куле всегда действовала выбивающей сколеи. Может, как-то начинает среагировал. Ну, посмотрим, что дальше будет. Будем стараться высыпаться. А, вы мне ещё спрашивали, как мне удаётся худеть, не спя ночью. Вот, знаете, точно могу сказать, есть много таких пунктов, которые мы знаем, что надо для похудения. Но всё работает только в комплексе. Сейчас, минутку. Девочки, я переодела, сейчас буду там заправлять кровать. Хотела насчёт похудения сказать, что всё-таки всё это работает в комплексе. И вот я заметила, что сон, безусловно, важен, но важны часы сна. И важно, когда ты спишь, чтобы спать в темноте. Ну, эта темнота, она не обязательно ночью. То есть, шторы, блэкаут, в моём случае, полностью решают проблему. Во-первых, ты спишь прям полноценно. Потому что, если спишь днём, ты чувствуешь при этом свете, ну, как-то поспал, но как-то не выспался. Я высыпаюсь полностью. То есть, когда мы с Колей ложились в 5 утра и вставали в 3 часа дня, там, 10 часов спали. То есть, правда, прям высыпались. Что, Колечка? Пластилин хочешь? Держи. У меня котик тут пластилином заинтересовался. Да, можешь поставить, смотреть его. Сейчас помогу. Вот, котёночек. Коль, помочь. Вот, невыспавшийся кот расстроился. Давай, поставим сюда. Смотри, ставь. Я тебя открою, хочешь? Очень Коле понравился этот пластилин. Вот такой, знаете, тесто для лепки. Вот, он его любит доставать. Вот так. Раскладывать. В общем, будет сейчас хозяйствовать. Надеюсь, будет какое-то время зали. Ну, так вот, я там показала, да, эти наши шторы, блок-аут. Мы их покупали в Укее, там, в последний день буквально. Но, в принципе, они продаются же, есть. Очень хорошо помогают. То есть, правда, высыпаемся. И, знаете, мне очень помогает то, что вот Андрей с утра с ребятами помогает мне. То есть, мне не надо вставать. Ну, действительно, знаете, я ложусь в 5, а то и в 7 утра. Как раз с ребятами вставать, их провожать. И вот если бы у меня не было помощи, как Андрей, ребята бы сами до школы не доходили, я бы, конечно, выматывалась. Потому что получалось бы, что я вообще спать не могу. Это меня просто убило. Вот. Но так я высыпала, и всё нормально. Только вот сегодня меньше поспала. Но, в целом, не криминально. Так что, в общем, потихоньку. Ой, смотрю на улицу. Там синички уже всё летают. Детки в садике гуляют. Ну, в общем, погода зимняя. Светло. Сегодня, кстати, как-то светлее, чем вчера. Наверное, теперь сегодня снег не идёт. И немножко не такие густые облака. Вот поэтому. Вот. Сегодня, в общем... А, ну да. То есть, я вам про похудение сказала, что вот сон, да, просто часы. 8 часов, чтобы было, и чтобы были шторы блокаута, в любое время поспить, и всё будет хорошо. Ну, и хорошо, когда это какая-то есть в этом регулярность. То есть, у него не слишком хаотично и нервально подряд 8 часов. Ну, малышу ж побольше нужно. Так что часов 10, там, сколько точно надо. Вот. А, и ещё я обязательно хожу. То есть, вот знаете, как это вот вообще пережить, да, когда, ну, такой малыша сбой ритма внутреннего. То есть, режим у него не повлиять. Надо же себя поддержать. Вот мне очень помогает вечером. Я готовлю ужин. Вот вчера, например, приготовила ужин. Накрыла на стол, и всех посадила есть. И смотреть, там они Симпсонов смотрят. Ну, говорю, и Колю подкормите, если что. Вот. Они там ужинали, а я взяла палочки и пошла, ну, прошлась вокруг микрорайона. Потому что вот пройтись по улице очень помогает. Знаете, свежий воздух и движение, и вообще смена обстановки прям взбадривает. И потом ещё вечером мне Андрей помогает, чтобы я приняла ванну, он с Колей в это время, и обработала с кардиаденосом. Вот, то есть, знаете, полежала в ванне, потом полежала на кровати с кардиаденосом, и прям очень хорошо. И ванна у меня вот с магниевой солью хорошо расслабляет. То есть, вот, это меня держит. Да, странный режим. Мне это неудобно, потому что самое рабочее время утреннее у меня вылетает. То, что с утра так удобно, ну, что-то вот успеть сделать, там, уборку какую-нибудь, что-то такое вот своё. Или там вот с Колей раньше гулять ходили. Сейчас, как-то не знаю, такая погода. Меня пока не очень туда с Колей тянет. Ну, потом, конечно, начнём гулять. Вот, а то и просыпаемся в 3 часа, а все как раз в это время со школы приходят, и часто даже, знаете, просыпались с того, что дверь открывается, и кто-то из наших ребят возвращается. То есть, если мы быстро встаём, я быстро завтрак себе Колю, быстро обед ребятам, потом быстро смешиваю уроки, и всё, вот уже готовить ужин, и мне на прогулку. Ничего из уборки не успевала. Вот, а тут, понимаете, в этом месяце ещё, я вот вам ещё не показывала никакие уборки детской, там, знаете, у нас какая штука получилась в этом месяце, туда энергия неблагоприятная пролетела, пятёрка. Ну, мы там стараемся поменьше проходить время, ну, хотя я поставила туда корректор, я вам покажу. Вот, и Мишину кровать приставить пришлось, потому что он таки заболел тогда. Причём, знаете, я ему говорю, Миш, понимаешь, в этом месте пролетает, надо кровать отодвигать, будем отодвигать. Говорит, не, не надо, и так сойдёт. Ну, ладно, и так сойдёт. И вообще, ну, второй день у него там нос заложило, голова заболела, говорю, Мишуля, таки не пройдёт. Двигаем. И, в общем, пододвинули, нормально. Вот. И там у меня, конечно, знаете, подзавалилось такое место, где я книги сложила, а следующий же месяц, декабрь, надо будет уже ёлку наряжать. Я, конечно, жду именно вот после 7 декабря буду всё это делать, потому что я хочу дождаться такого фэншуйного, как бы, распределения энергии вот на декабрь, чтобы подумать, куда лучше ёлочку поставить. Хочу её прямо в самое удачное место. Ну, хотя, мне честно, там не так уж и много мест, на самом деле, одно. Надеюсь, оно будет нормальное в этом месяце. Ну, если что, как-то, может быть, передвину. Ну, я надеюсь, что всё будет нормально. В общем, есть у меня уже место, куда её ставить, но оно завалено, и нужно будет сделать уборку. Поэтому я начну убираться, поснимаю для вас, но, конечно, знаете, эта уборка будет не быстрая, к тому же, знаете, я сейчас озадачилась, хочу такие вторую кровать двухэтажную купить и, наконец, поняла, как я хочу это поставить. Ну, конечно, она сейчас будет думать, что-то со столом Андрея, но, честно, он там реально очень редко сидит. Он работает на работе, приходит ночью, там, в 10 вечера. Ну, конечно, ему приятно, что у него есть свой стол, но надо какой-то, видимо, немножко делать он поменьше и переместить. Потому что, если кровать мы поставим где-то в центре комнаты, это реально всё перегородит, и, ну, в общем, комната вся съестся, и нам будет негде с Колей играть. А стол всё-таки меньше места занимает, так что надеюсь. В общем, пока вот, кручу-верчу, хочу именно стол пристроить, ну, в другом месте, а туда кровать, и будут они так две рядышком. Просто я хочу уже, знаете, думать, начать, чтобы Колю, ну, как-то, может, откладывать, отдельно пробовать. Хотя, к сожалению, с этим режимом, ну, вдруг всё-таки, уже должен с Колы режим начать устанавливаться, и потом, чтобы было, если что, Андрею где прилечь. Потому что бывает, Коля ночью, у него такие полноскачи, лежит, прыгает, торгопятствует, Андрей уже лечь, хочет спать. Ну, вот он бы мог бы туда лечь, поспать по-человечески. В общем, вот такие у нас планы, так что ночную уборочку, беру вас с собой, приглашаю в этот влог. А, ещё в конце тоже хотела с вами немножко поговорить, на некоторые вопросы ответить. Ну, на какие-то ведь я уже отвечала про похудение, например, на наш сон. Ну, ещё на один вопрос про построение отношений я вам отвечу. Тоже в конце этого видео. У меня подруга попросила, наговорить, рассказать. Ей нравилось, как я рассказывала. Я на самом деле слушаю Сатью, я вам это уже рассказывала. Очень мне нравятся его вот эти вот лекции, все по построению семейных отношений. Но он тоже не сам всё-таки придумал. Это реально вот всё из книг, которые мне самой очень нравятся. И на моём опыте всё-таки подтверждается. Вот. И мне нравится, как Сатья рассказывает. Ну, ей как-то вот Сатья не заходит, а как я рассказываю, нравится. Поэтому, Анечка, я для тебя специально всё расскажу. Но сначала влог. Первое, что я делаю утром, это застилаю кровать. Причём, ну вот, сейчас переоделась. Бывает, ещё тоже не переодевшись. Всегда заправляю. Видите, у меня там текучки в улу висят на изголовье. Я вообще, у меня изголовье такиевская кровать. Я поменяла, чехол надела. Так что по фэн-шуй всё сгармонизировано для хорошего сна, чтобы высыпаться, наполняться силами. И вот такое доброе утро подушечкой поднимает с утра настроение. Решила немножко прибраться, а то эти дни с плохим сном я прям, знаете, руки совсем ни до чего не доходили. Вот разбираю свой туалетный столик. Я за ним и красоту навожу, и просто бывает, знаете, с ежедневником поработать. Удобно. Коля у меня тут за ним играл с пластилином, всё заляпал, так что протираю средством для стёкол. Вот, сейчас всё протру. Ну и знаете, вот эта комната у меня, она практически готова. Она так хорошо организована, что в ней минимальный беспорядок скапливается, действительно быстро, легко всё можно убрать. Главное, у меня такая сейчас боль. Вторая комната, вот ей буду в ближайшие дни заниматься. Даже я бы даже сказала в ближайшие месяцы. Ну вот так у меня всё убрано, видите, столы готовы для мальчиков, для уроков, кровать заправлена. Всё в порядке. Немножко уборки. Детская комната я вам сняла накануне. Сейчас ставлю, покажу. Но я совсем чуть-чуть там прибралась. Большая уборка у меня впереди. И, ну, буду вам её снимать. Но вот, всё-таки для этого нам нужно, чтобы у Коли стабилизировался в правильный режим. Чтобы мы высыпались, и с утра у нас было рабочее время. Хочу поделиться картинкой дом. Давно тут не убиралась. Ну, в общем, выглядит это вот так. Устрашающе, правда? Надо мне будет немножко переорганизовать игрушки для Коли. Ну, определиться, в какие он всё-таки играет. Потом вот эту пирамиду Хеопса хочу таки как-то сгруппировать, разложить всё удобнее по контейнерам. И продумать, где всё-таки что будет храниться. Ну, боюсь, что это не за одно видео. Ну, в общем, сейчас снимаю картинку дом, потому что не знаю, сколько у меня займёт организация всего этого пространства. Потому что скоро уже Новый год. Я хотела в этом месте ёлочку как-то организовывать. Ну, а может быть, не в этом. Но в любом случае, в таком беспорядке точно ничего не сделаешь. Так что надо мне тут будет сейчас разобраться. Ну, кровати не заправленные. Ну, это вот ребята так и оставляют. А мне надо их и заправить. И я думаю, их уже и перестелить неплохо было бы. Хотя, знаете, вот это постельное бельё, подушки, простыни, просто идеальные из василька. Это трикотажные простыни у них натяжные. Шикарные трикотажные наволочки для их подушек эргономичных. Прям всем рекомендую. Они вообще не... Видите, вот они как спят. Это как есть, никой не слезают. Тут икеевские постоянно сползали вот с углов. Эти вообще идеальные. Хочу ещё прикупить. И хочу одеяло у них новое прикупить. Потому что пододеяльники шикарные. А одеяло икеевские уже, знаете, подселись внутри. Он, Вася, даже вывалил своё. Он валяется. В общем, такой бардак. Сейчас буду наводить порядок. Надеюсь, вас замотивирую на уборочку. И ещё хочу вам показать. Эта комната у нас в этом месте не очень благоприятная. По фэн-шуй. И вот здесь стоит соляное средство. Банка с солью. Она двухлитровая. Надо ещё вот воды долить. Подоспарилась. И шапка такая соляная наросла. И вот вокруг 6 монеток 10-рублёвых. А внутри у меня там пятачок лежит. Вот. Она от этой разрушительной пятёрки как раз защищает ту комнату. Потому что здесь она поселилась. И Мишину кровать, видите, как я передвинула в этот раз. Она всё время отодвигается. Ну, такое место неудобное. Вот на самом деле вот так ставлю это изголовье. И сейчас я ногой пододвину кровать. Вот так. Вот. Придвигаю. Так, это уже Коля вывалил. Двигать ставим обратно. Вот. В общем, вот так вот спит Миша. Потому что вдоль этой стены как раз эта пятёрка по фэн-шую распределялась. И энергия разрушения приходилась прямо на Мишину кровать. И как только Миша у нас заболел, мы сказали, всё, Миша, переезжаем. И, в общем, развернула так. Видите, она не у стены. Она вообще не берёт энергии от стен по местоположению. Но берёт с ног и с двери. А там они более-менее нормальные. Вот. Ну, а ребят так и оставила. Ваня так и спит. Видите, с головьем сюда. Заткнутое такое с головья. Потому что в ту сторону у него идёт разрушитель. А Вася спокойно спит головой туда. Там нет его разрушителя. Я вот думаю поменять здесь местами этот стол. Только надо подумать, куда. Куда-то сюда перенести. А сюда ещё одну двухэтажную кровать. Ну, это, наверное, надо будет чуть-чуть вот сюда пододвинуть. В общем, будет так рядом две двухэтажные кровати. А вот с лего одну штуку вот туда разместить, чтобы там Вася мог собирать. Ну, хотя я думаю, может быть, даже можно сначала не двухэтажную, а просто Мишин матрас положить головой туда. И будет рядом лего. Там будет удобно сидеть, собирать. Ну, в общем, как-то так я думаю. Или, может быть, Ваню сюда положить, а Мишу, Вася сюда. В общем, вот я в думах, как это лучше всё организовать. Ну, вот Андрей, правда, прям редко там за столом сидит, хотя любит посидеть. Ну, в общем, сейчас я всё это ещё просчитаю по фуншую. Вот видите, у нас эти шторки, они на самом деле очень удобные. Мне очень нравится, что благодаря ним можно легко открыть шкаф целиком, и всё в доступе. Но ребят не всегда задёргивают, потому что, когда я прихожу, я первым делом вот так навожу порядок. И красота, всё убрано. Ну, в общем, вот такая ремёшка реальной вам сейчас обстановки и планов, как я тут собираюсь всё менять. Наша ёлочка висит на стене радуг. Ну, в тень, знаете, думаю, может быть, вот сюда перенести стол Андрея на всякий случай. Ну, на самом деле. А ёлку ставить сюда, красивую, нарядную, в центр. Мне кажется, там в центре, вот в следующем месте уже энергии должны быть хорошие. Но нам на фэн-шуй скажут, куда лучше, что ставить именно в следующем месяце, в декабре. Я всё разузнаю и поделюсь с вами, где идеально поставить в этом году ёлку. Ну, по крайней мере, как это будет у нас. Ну, и вот с кроватями тоже думаю-думаю, как лучше, пока вот так. Приступаю к уборке Колиных игрушек. У нас с ним, видите, тут он сам приходит, играет. Поэтому всё с полок достаёт, раскидывает, складывает. Ну, в общем, это его хозяйство, поэтому я его не ограничиваю в его деятельности. Но тут, конечно, надо будет подумать, как удобнее всё здесь организовать. У меня уже есть планы, есть мысли. Так что в ближайшее время буду заниматься. Когда, наконец, всё сделаю, вам обязательно всё покажу. Вот, буду, надеюсь, снимать вам процесс. Ну, как получится, потому что тут буду урывать моменты. И, конечно, жду, когда у меня опять появится время для утренней уборки. Потому что, конечно же, делать уборку удобнее всего, когда старшие мальчики в школе, ну, вот до трёх часов дня, да, до обеда. И нам с Колей надо пораньше вставать. Ну, это зависит от его сна, потому что, если он не выспался, это будет тяжело всем, и ему, и мне. И я, конечно, ничего не сделаю. Но вот я уже... У нас скоро такие перестановки большие планируются в этой комнате. Так что, надеюсь, в любом случае, тут скоро всё начнёт преображаться. И с книгами-то разберусь. Вот Мишулька ко мне забежал перед тренировкой. Вот, так что я тут всё разбираю. Но, знаете, Коле, на самом деле, ему приятнее играть, когда всё так разложено. Сейчас я тут всё по контейнерам разберу, разложу. И кукольный театр, и разные кубики. Коля очень любит с ними играть. Но вот если не убрать, то начинает всё просто раскидывать. Колечка сидит, играет в кубики. Знаете, мы прям долго с ним так сидели. Причём он сам их, видите, перекладывает в одну сторону, в другую. И вот он их любит не вверх складывать, а горизонтально. Вообще, заметила, что ему как-то направление в горизонтали очень нравится. Он даже, когда что-то в какие-то дырки пытается засунуть, удобнее, когда оно просто какое-то маленькое, компактное. А если оно длинное, всё время горизонтально кладёт. Ну, вот какое-то такое восприятие. И сейчас покажу вам кусочек нашего занятия с Юлей, как мы пускали пузыри, и какой новый способ придумал Коля. Пузыри. 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 Летят пузыри. Коля носом лопает пузыри. Коль, ты такой бесстрашный. До этого всё щурился. Как-то боялся, что в глаза попадёт. А теперь вот носом целится. Не-не-не. Лопнул пузырь. Да, Коль? Молодец. Ой, как весело. Ручками ловит, ловит Коля. Да, надо поймать эти пузыри. Лови, лови пузыри. Ух они какие летят со всех сторон. Ой, сейчас поймает Коль. Ловит, ловит. Молодец какой. Ой, какой большой. Ой, лопнул. Ну, Коль, лови. Бум. О, макушку. Коль, смотри. Маленький. Маленький пузырь. Лови. Опа. Ручкой. Молодец. Девочки, надеюсь, я вам расскажу про то, что обещала. Про отношения. Ну, вы так не строго оцениваете. Я всё-таки не профессиональный психолог. Делюсь своим принципами, то есть то, как я живу, то, что я для себя узнала, то, что мне близко, то, чем я пользуюсь. И вот, выполняю просьбу подруги, поделюсь, ну, вот, в общем, в моём пересказе принцип построения отношений правильных, счастливых от Сатьи. Насчёт построения отношений. Я сегодня вообще такое видео в Сатьи посмотрела. Там он прям, знаете, параллельно, ну, как бы, два сценария развития отношений рассказал. Прям вообще классно так, знаете, наглядно, как оно, правда, в жизни происходит. Но, как бы, главная мысль-то в чём, что строить отношения легче всего до свадьбы, даже правильнее сказать, до секса, потому что после они, ну, это уже как в браке, то есть там уже с бою с кровью. То есть, как бы, мужчина внутренне уже ощущает, что всё выстроено, что он всё достиг, надо только это воспроизводить. Поэтому отношения строятся, скажем так, достаточно легко, именно пока мужчина ухаживает за женщиной, её добивается. И вот этот процесс надо, ну, как можно больше растянуть, ну, как можно больше, там, ну, где-то полгода-год, у кого на сколько хватит сил. Ну, по рекомендациям сайте год, и мне кажется, так это и правильно, чтобы именно получше узнать друг друга, понять, насколько мы близки, и чтобы выстроить гармоничные отношения на всех уровнях. Потому что иначе, то есть, вот как говорится, чтобы выстроить, ну, с нуля правильные отношения, нужно потратить 4 единицы усилия. Чтобы поддерживать, правильно поддерживать отношения, ну, выстроенные отношения, нужно 2 единицы усилия. А чтобы перестроить неправильно построенные, нужно 64 единицы усилия. И это вот правда, многие сталкивались, что, ну, браки что-то вот менять, перестраивать очень тяжело. Потом важно не торопиться, потому что ну куда мы торопимся? Этот год по сравнению со всей жизнью, это вообще мелочи жизни. Нужно, знаете, мне ещё повезло, что у меня бабушка в своё время, вообще как-то в семье было принято, что действительно там, ну короче, секс, да, брак, это нет, такое табу, ну вот наверное это, и потом я человек православный, вот это меня и держало, то есть я действительно, как бы это для меня было важно. Но на самом деле, знаете, все правила, это так звучит, как по-ханжински, там вот, а кто-то там, это на самом деле без разницы, какого что вышло. В чём есть момент, что если ты что-то сделал как бы неправильно, это не то, что я плохой, там тебя все будут порицать, нет, просто у этого будут последствия. А с мужчинами всё очень просто, то есть они строят с тобой отношения, растут в этих отношениях, готовы на какие-то подвиги, готовы тебя лучше узнавать, что-то новое пробовать, пока не получили секс. Ну правда, так оно и есть, так это и работает. И мужчинам тоже это важно знать, потому что если они поторопятся, они женщину просто не узнают, потом в браке будет такой сюрприз, что блин, она сумасшедшая, она мне мозг выносит вообще, поговорить не о чём или ещё, что-то она меня не понимает. Вот и потому, что поторопились, это всё надо было разговаривать, узнавать, что вы любите, о чём вы разговариваете, нравится ли тебе ухаживать за девушкой ещё до брака. Вот, но сейчас попробую вам кратко рассказать главный принцип, как оно всё строится гармонично и правильно. А то вас забалтываю. Вот, меня просто попросила подружка, вот поэтому решила вам рассказать. Я нашим ребятам прям вот это, знаете, лекции никогда не рассказываю, я вам говорила, это всё у нас по ходу. Я говорю, они какие-то свои там видео смотрят, Ваньки-то приколы такие по семейным отношениям, но они все вот в этой теме, то есть они всё это как бы знают, но это часть жизни, они видят, как мы с папой живём. То есть это, знаете, не такая лекция по семейному воспитанию или там по сексуальному воспитанию, это на самом деле дети просто смотрят, как живут родители, ну они же это видят, ну какие-то комментарии, бывает, слышат. Ну, в общем, я считаю, что этого достаточно для воспитания детей. Ну так вот, построение отношений, как их выстроить, считается, ну, грамотно, чтобы не было вот последствий негативных. Когда мужчина и женщина встречаются, это этап как-то знакомства. Здесь каждый со своими подходит. То есть вначале мужчина и женщина очень по-разному строят отношения. Мужчине чаще всего, ну просто хочется секса, он, ну, женщину воспринимает, как вот, ну, чего-то такого, что ему хочется. Вот он на этом сосредоточен. Это не хорошо, не плохо, это так, это нормально. Ну, нормально, что мужчина привлекается, так, телесно женщиной, красивой. Ему там, ну, не так принципиально, что там ещё у неё. Ну, если у мужчины есть некие принципы, он уже как-то понимает, что надо более серьёзно устроить отношения, то там, конечно, ещё что-то накладывается. Но, в принципе, желание у мужчины всегда, оно первично. То есть, если женщина совсем не нравится мужчине, он не будет с ней общаться. Вот, это нормально. Вот, женщина же привлекается, скажем так. Ну, во-первых, у неё есть мысль, что всё-таки она хочет серьёзных отношений. Она начинает общаться. Ну, из серии как бы надо посмотреть, подойдёт ли он для дальнейшего востроения каких-то отношений. И у женщины идёт восприятие первичное, интеллектуальное. То есть, дурак, не дурак. Десять секунд она его слушает и понимает, можно с ним общаться или нет. А мужчина там десять секунд смотрит на женщину, и, ну как, она его привлекает внешне или нет. Вот. И на этом начинают. Поэтому здесь важно действительно не начать там как-то спать вместе, потому что у женщин даже ещё нет этой вот гармонии сексуальной, телесной. И она наступит позже. Но в этот момент некоторые женщины бывают, ну, соглашаются там на какие-то близкие отношения. Ну, во-первых, у некоторых мысль, что так они как-то привяжут мужчину, ну, как-то он будет ближе. Оль, что случилось? Да. Давай, открывай. Играется. Вот. А во-вторых, некоторые женщины, знаете, которые очень долго были одни, они так вот соскучились по мужчине рядом, и у них в голове столько фантазий, такой яркий образ идеального мужчины, и бывает, она встречает мужчину, и ей кажется, ой, вот у меня в голове принц голубоглазый, и он голубоглазый, всё, он точно будет сильным, добрым, великодушным, обо мне заботиться там до смерти, там благородным. Вот, знаете, наделяет реального человека свойствами своего идеала, который ему не свойственен. Она его ещё не узнала, она его не знает, но влюбилась без памяти в свой идеал. И это, знаете, как, кстати, говорит, встретились с тараканами в голове, с бабочками в животе. Ну, то есть, как бы она влюбилась, но на самом деле, если это сразу вот женщина именно влюбляет, с первого взгляда, так физически, это опасный симптом, потому что, скорее всего, она не в этого мужчину влюбилась, она обманется. В общем, всем потом будет плохо. Ну, вот, поэтому, как бы, гармонично, если выстраивать отношения, на первом этапе ещё нет гармонии. То есть, у мужчины случилась сексуальная гармония, у телесной, у женщины интеллектуальная, но она в таком одностороннем порядке. Дальше начинают общаться. Ну, и, в принципе, если приятно общаться, общаются, и дальше наступает этап сомнений. То есть, когда мужчина думает, ну, начинает сомневаться, женщины начинают сомневаться. Он не он, зачем это мне всё надо? Что, Колечка? Да, да, что там у тебя? Сейчас прервусь, продолжу. Перебазировался во вторую комнату. Да, Колечка, доставай, доставай, играй. Давай, бери. Что там-то есть? Убики иди собирай. Давай, строй что-нибудь. Там у меня Коля. Идёт активничать. Ну, вот, продолжаем про отношения. Да, строй, строй, ставь. Ставь на пол, строй пирамидку. Да, давай, строй из кубиков. Ну, вот, и очень хорошо, когда этап сомнений, он наступает до секса и брака. Поэтому и важно, ну, подольше пообщаться, отсомневаться, вообще понять, как бы надо, не надо, посмотреть, сравнить с другими людьми вообще, насколько интересно то, что тебя заинтересовало. Ну, в общем, посомневаться – это нормально. И в это время главное перед этим наступить только просто знакомство, не привязаться к человеку, а продолжать жить свою жизнь. Что-то вы просто друг. У меня ребятам всегда говорили, ребят, сначала просто дружим, всё. Ну, просто вот чем дружше вы подружите, тем, на самом деле, лучше. Ну, вы лучше узнаете друг друга. И вот друзья там созвонились, не созвонились. Ну, какая разница. Другу свою жизнь ты как бы не переживаешь, что он тебе, ах, целый день не звонил. А если ты уже какие-то отношения, там, типа, мой парень, начинаешь уже там или девушкой переживать. А тут можешь там на месяц пропасть, и вообще никто никого не в обиде. У всех свои дела, все и так заняты, общаются. И очень важно, чтобы девушка не сидела одна, чтобы дружила с разными мальчиками в компаниях, и с девочками. Какое-то творчество было. Пределя была. Ну, не сидела, не ждала этого принца. Вот. Ну, дальше начинают общаться. Там сначала идут исключительные, не исключительные, как называется. В общем, конфетный, красивый период, красивое ухаживание. Говорят, что так идеально. Букетно-конфетно. Уже все отсомневались, уже определились, что да, хотим встречаться, ухаживать. И девушка такая при параде про макияжа. И мужчина такой галантный, тоже в хорошей такой форме. В общем, встречаются, когда все хорошо, и делятся всяким, ну, всем хорошим. В каких-то красивых местах бывают. Но на самом деле, это хорошее такое время. Вот узнай друг друга с хорошей, такой яркой стороны. Это тоже очень важно. Потом будет что вспомнить. И вот эта стадия таких красивых ухаживаний, она потом сменяется стадией уже более близких, таких исключительных отношений. То есть, когда уже, ну, как-то понимаешь, что вот это именно тот человек, с которым ты хочешь общаться, с другими уже не хочешь. До этого у тебя много друзей, ты со всеми общаешься. Там, в кафе можешь с разными людьми ходить. А тут уже прям хочется уже. Именно с этим человеком общаться. И до этого, ну, не надо торопиться. То есть, не надо раньше времени там сосредотачиваться только на одном человеке. Потому что ты просто ходишь в кафе, общаешься, ну, как с другом. То есть, ты ничем, вы ничем другу не обязаны. Вот. А уже в таком исключительном этапе вы тоже еще ничем не обязаны, но уже хочется общаться только вдвоем. И, ну, как бы рекомендую, уже сосредоточиться. При этом, весь этот период до этого важно не исполнять обязанности мужа и жены друг относительно друга. Даже, да, вы уже любите. Но мужчина, он ограничивается ухаживанием во время свидания. То есть, он там платит в кафе, там платит, ну, за, там, какую-нибудь экскурсию, музей, ну, где вы бываете. То есть, он не покупает женщине, там, продукты, не решает какие-то ее, там, жилищные проблемы, не делает ей ремонт, ну, там, сумочку поднесет во время свидания. То есть, он не начинает исполнять обязанности мужа. И поэтому женщина тоже не исполняет обязанности жены. Она его не кормит, там, не живет с ним, не стирает, сексом с ним не занимается. Это тоже очень важно, потому что не надо торопиться, иначе не выстроятся дальше отношения. Потому что секс, он останавливает рост этих отношений. То есть, вот, можно как понять, на каком уровне, ну, развито отношение, когда, собственно, случилась такая финальная точка, когда была поставлена. Если она там была через неделю поставлена, ну, все, на этапе знакомства так и остались, друг друга не узнав. Ну, вот. И вот эти вот этапы, проходя общение, сначала же, да, не было никакой гармонии. То есть, у мужчины случилось одностороннее телесное, а у женщины одностороннее умственное, интеллектуальное. А потом, следующий этап, начинает, появляется первая совместная гармония. Это гармония эмоциональная, когда просто хорошо с человеком. Ты вот испытываешь приятные, положительные эмоции. И ему хорошо, и ей хорошо. И не в постели хорошо. Не обниматься, целоваться хорошо, а просто, просто общаться. Просто вот эмоции, которые исходят от человека, очень приятные и нравятся. Следующий этап гармонии случается. Но вот он уже обычно на этапе вот этих исключительных, а следующая стадия, стадия близких отношений, когда уже, знаете, не только ты такой весь конфетно-букетный, красивый, парадный, а уже начинают проявляться какие-то твои... Ты сильнее открываешь сердце. То есть женщина может быть уже не только в хорошем настроении свидания, но и в каком-то расстроенном, может уже поделиться какими-то своими переживаниями, а не только восторгами, какими-то приятными впечатлениями. То есть нам тоже вот как бы во время свидания, говорят, очень важно, чтобы именно женщина говорила. То есть мужчине надо расспрашивать женщину, а что ей нравится, а чем она занимается, а что она чувствует, что она думает, а где она любит бывать, чтобы по максимуму ее узнать. Это важно. Мужчине не надо много говорить. Ну, представился, сказал, чем занимается, все дальше. Важны его действия. Мужчина может говорить все, что угодно, но важно смотреть, что он делает. То есть он будет рассказывать, что он такой щедрый. Зачем он это говорит? Ты же смотришь на свидание, куда он тебя приглашает, платит ли он за тебя, или там пополам, или ты должна за себя платить. Ну, вот все, это оцениваешь, и ты делаешь вывод. Потому что не важно, сколько мужчина зарабатывает, важно, сколько он готов потратить на тебя. А еще говорят, что плюс этого долгого времени ухаживания, мужчина должен постепенно понять, что брак – это дорогостоящее дело. Брак – это намного дороже, чем ухаживать за женщину и просто за нее платить. В кафе, в ресторанах, в музеях, даже в каких-то поездках. Брак будет гораздо дороже, поэтому мужчина, долго ухаживая, он начинает понимать, что вообще-то как бы это, сколько с него потребуется. То есть это его мотивирует постепенно, а не как снежный ком на голову женился. А, что, столько надо? Ну, если это постепенно выстрелит, то для всех это естественно. Вот. Так, что же там следующее? А, ну вот. И после эмоциональной гармонии, вот на стаде, наверное, уже близких отношений, или исключительных, наступает гармония следующая, это у мужчины, наконец, наступает интеллектуальная. То есть он, ну, долго уже общается с женщиной, понимает, что у нас неинтересно, у нас какие-то темы общие есть, и что-то нам общее даже нравится. Ну, конечно, мужчины и женщины очень разные, и не будет идеального сходства, но вот прям во многом. Ну, хотя бы вот ее интересно слушать. То есть это стадия, когда реально уже это понимаешь, что, о, с этим человеком интересно разговаривать, потому что многие вот в браке, там, заливают, что там, ну, нам не о чем поговорить. Ну, вот просто не дошли до этой стадии. Она наступает, ну, вот на третьем этапе. У женщины, у мужчины, вот, женщина-то, говорит, всегда готова, но ей же важно, чтобы мужчина, ну, с ней, наконец, гармонизировался. Вот на третьем этапе, наконец, наступает гармония, это взаимное у женщины, у мужчины. И еще на третьем этапе у женщин наступает, наконец, гармония телесная. То есть, наконец, вот, Вот начинает мужчина, ей по-настоящему нравится телесно-физически именно он. Потому что до этого, если у него в мозге, так сказать, совпал цвет глаз, цветом глаз ее идеала, она начинает вот хотеть свой идеал. И просто, знаете, так накладывая его на живого человека, она не видит человека. Это ее идеал срабатывает. А тут она уже видит этого человека, они уже долго общаются. И начинает ей нравиться вот именно он. Причем это может совершенно не совпадать с ее изначальным идеалом. То есть она, наверное, изначально любила брюнетов, не знаю, каких-то там высоких, а сейчас ей стал вот именно этот блондин среднего роста идеальный, ну, к примеру. То есть сейчас это вообще не совпадает с ее каким-то стереотипом красоты. Но это будет уже по-настоящему, то есть это будет вот настоящее чувство. И тут вот эта так называемая телесная гормония наконец-то случается. Ну и дальше, в принципе, после стадии близких отношений, когда люди уже общаются, ну вот в любое время уже не фильтруя свои эмоции, и вот видят себя. И в хорошем, плохом настроении женщины смотрят. Ну как вообще мужчина ее тянет, не тянет? Вообще приятно ли ему быть с ней? Как он реагирует на ее какие-то? Или проблемы? Или какие-то... Говорят, что даже хорошо на этой стадии съесть какую-то поездку совместную. И там какие-то проблемы же случаются. Там может чемодан пропасть, может какой-то опоздать. И смотреть, что мужчина делает. Ну и это не как-то, знаете, то есть ты же еще не замужем, ты свободная женщина. Но ты уже смотришь. То есть если он начал там во всем тебя обвинять, ты сама должна бегать, держать проблемы, ну сделай эту галочку, что он не готов к ответственности. Ну просто шаг назад делай. То есть не надо бежать впереди паровоза. А если он уже, так сказать, все спокойно, решает, выдержанно, о тебе заботится, видишь, что ему нравится о тебе заботиться, что ему нравятся твои желания выполнять, как-то тебе помогать, что он не раздражается на тебя. Ну вот твой человек уже прям вообще готовый. И особенно если он после какой-нибудь такой поезд, где он много в тебя вложился, он точно тебе сделал предложение, потому что ну вообще уже столько вложено, ну как можно потерять такой вообще дорогостоящий проект. Вот. А мужчины смотрят, потому что женщина стала уже проявлять в себя всякое, уже и разное настроение, и разные там, и циклы влияют. Все. Нравится ли ему ее терпеть? Потому что ее красиво и, конечно, приятно с ней общаться. А вот когда она в жабьей шкурке, вот как ему? То есть если ему приятно ее терпеть, то есть если есть что-то в ней, ну что ему все равно нравится, вот значит его женщина. В этой стадии очень важно дойти, потому что в браке может оказаться, если поторопиться, что, блин, а мне не нравится ее терпеть, я страдаю от этого. Ну так ты просто поторопился. Я понимаю, что об этом хорошо рассуждать, пока страсть не затуманила разум. Но на самом деле, если заранее знать об этих особенностях, ну и как бы что-то теряешь, если не выстраиваешь эти отношения, если торопишься, то, мне кажется, стоит об этом задуматься. Вот. Потому что действительно очень хорошо работает, и потом браки можно перестроить, конечно. Но, ребята, вместо 4-х, 64 единицы усилия. Но это в пропорции, это реально ощутимо. И, скажем так, да, мы с Андреем не все простроили, хоть на самом деле очень многое. То есть мы о многом разговаривали, общались. То есть на самом деле я не знала тогда еще с Атьей, но интуитивно многое сделали правильно. Но то, что тогда не достроили, о чем я не знала, вот потом, знаете, каждый небольшой шаг давался прям очень нелегко. А если сразу все правильно выстроить, было бы гораздо лучше. Вот. Так что я ответила на вопрос. Мои подруги. Может быть, еще кому-то интересно. Ну, ребята, это, знаете, такое мнение, которое, вот, скажем так, мне близко, оно не претендует на какую-то абсолютную истину. Но пока все, что я видела вокруг, вот все в это укладывалось. Поэтому. И вообще я, как бы, у меня уже, ну, канал не о психологии, поэтому я не часто с вами чем-то таким делюсь. Но иногда делюсь. И я ссылочки какие-нибудь оставлю в описании. Кстати, могу на какую-нибудь лекцию сайте, вот по этим этапам построения семейных отношений, немецам ли очень нравится его, сказать, в оригинале слушать, потому что там, знаете, это же большой зал, там люди задают вопросы, и он отвечает на вопросы очень ярко, с юмором. А люди же, ну, такие жизненные, которые всех волнуют, вопросы задают. Поэтому мне это все очень нравится. А недавно еще Вань мне спросил, «Мам, зачем ты слушаешь? Ты и так все знаешь, что ли, чтобы кому-то лекции читать?» Говорю, «Да нет, Вань». А кому-то давать умные советы. Ну, знаете, я на себя вот поймала, что когда я только это все узнала, меня прям распирало давать умные советы. Ну, вот знаете, может быть, вы замечали, что когда ты что-то новое для себя узнаешь, и хочешь сам это применить, но самому сложно применить. И так хочется начать всех учить, всем давать советы. Но когда ты начинаешь реально это все применять, ты сосредоточен на себе, особенно когда у тебя уже начинает это получаться, ты уже живешь, собственно, так, как-то уже и проходит желание кому-то давать советы. Мне кажется, такой человек более спокойный, такой какой-то, уравновешенный, тот, который это уже реализовал. Но вот мне кажется, что я уже на стадии реализации, и я правда, я не лезу с советами. Если меня не спрашивают, я никому ничего не говорю. Каждый имеет право жить, так и считает, нужно. Даже, знаете, я с фэн-шуй заметила. На самом деле же очень крутая штука. Причем, потому, ну, разные есть уровни. И вот просто хотя бы укрепить себя в доме, то есть эти вот сектора, выпавшие укрепить, это же сразу придаст сил. Тебе дом начинает давать силы. И даже если внутри энергия, эти летящие звезды не так распределены, нельзя хотя бы силы появляться, это он противостоять. Ну, как бы, противостоять. Но очень многие мои знакомые с таким, знаете, вот, с недоверием, с опасением, что вдруг я узнаю и там не смогу поменять. На самом деле укрепить сектора все могут. Вообще не сложно. Для этого ничего в доме менять не нужно. И от того, что ты это не знаешь, у тебя же проблемы-то не уходят. То есть это просто тебе предлагается способ решить твои проблемы, чтобы здоровье было лучше, отношения лучше, там и финансовая ситуация лучше. Но многие, вот знаете, прям боятся, когда чувствуют, что правда, сейчас мы можем решить свою проблему, вот какой-то стопор прям нападает, прям вот боязно, боязно что-то менять и решать. Вот, ну поэтому я так, знаете, к нас на фэн-шуй учила Наталья, без запроса не работаем, то есть не лезем со своими спасениями. Хотя я знаю, что это очень сложно, потому что когда я вижу, ну, у друзей какие-то проблемы проявляются, и я прям вижу в доме, ну, где могут быть причины, ну, как укрепить себя. И вот при этом не лезть с советами очень сложно, но стараюсь. Поэтому вот если меня просят, то я всегда с радостью. К тому же, знаете, просто вот проверить план квартиры на выпавшие сектора, очень просто. Но все-таки я предпочитаю приехать и сделать этот замер на двери. На самом деле, все, для полного фэн-шуй аудита нужно всего три вещи. Нужно два замера компаса у входной двери в подъезд. Это очень просто делается, но просто это сложно объяснить. То есть это вроде элементарное действие, но я уже научилась, я это легко делаю. А вот кому-то объяснить, оказывается, ну, люди не так просто это понимают на слух. Вот. И нужен план квартиры. Или уже готовые. Там тоже в этом плане не так важно, до миллиметра все точно, но чтобы были пропорции всех помещений соблюдены, что нам там будет сегодня на три части делить каждую стену, ну, чтобы пропорции были верные. Или можно, вот как я приезжаю, в гости вот рулеткой замерить и прям начерстить на листочке в клеточке этот план. Все. И больше ничего не надо. И как бы два первых уровня, это школа форум и школа программ, вообще элементарно анализируются. То есть это очень просто и быстро. Прям даже можно тут же сесть, проанализировать, далеко не ходить. Более сложный, это вот третий уровень, это анализ по летящим звездам. Но это те же самые направления стихии, но как они распределяются внутри дома сложнее. То есть это мне надо будет посидеть, подумать, помозговать, там всякие таблицы поднять. И вот этот более сложный метод, он помогает более, ну, лучшим образом расположить ключевые точки в доме. То есть кровать, рабочий стол, плиту и входную дверь. Но входную дверь мы не можем перенести, но мы ее можем скорректировать. То есть если там хоть не очень благоприятное место, а уж какой корректор на нее повесить, чтобы было хорошо. Или рядом расположить. И плита идеальна, когда это, знаете, переносная плитка. Просто перенес куда, как лучше. Ну, а если как бы нельзя перенести, то, ну, как есть. Ну, вот столы обычно рабочие, кровати можно как-то передвинуть. Можно скорректировать там какие-то вещи некоторые. Но это более сложная работа, это именно качество энергии в доме. Ну, первые две, вот повреждения формами, там, тем унитатом, плитой, еще какими-то моментами. Это можно просто при взгляде на квартиру понять. По этим по три граммам просчитать, ну, какие сектора выпадают, из кем, из людей, членов семьи это связано. Ну, тоже очень быстро делается. А, ну, есть, еще надо знать год рождения человека. Ну, и рассчитать. Ну, возраст его. Вот, и все. Поэтому, в принципе, это все просто, но тоже не все хотят. Поэтому, девочки, своими знаниями я никому не пристаю, не лезу. Но если кому-то интересно, спрашивайте. Мне всегда приятно поделиться тем, что я для себя нашла. То есть, для себя я нашла, пользуюсь, мне очень нравится. Вот. Если кого-то еще вдохновлю, тоже буду рада. Но ни на чем не настаиваю. Вот. Так что, будьте счастливы, чтобы в вашей семье все было хорошо. Если вдруг что-то в отношениях там недовыстроено, выстраивайте. Главное, хотеть взаимно, ну, сделать другого счастливым, самому быть счастливым около этого человека. Так что, всем вам любви, взаимопонимания и крепкого здоровья. Сейчас такой период, многие болеют, так что здоровье никогда не бывает лишним. Вот. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. Если вы досмотрели до конца, то вам точно понравилось. Так что подписывайтесь, не забывайте. И лайк поставьте, мне будет очень приятно. И еще у меня есть группа в Телеграме. Раньше была в Инстаграме, но, как бы, знаете, если честно, я теперь даже не захожу в Инстаграм. Что-то вот устанавливать в ВПН. Как-то для меня это все слишком сложно оказалось. Ну, как бы, заблокировали нас, ну, и заблокировали. В общем, я там не бываю. Но я бываю в Телеграме, там так удобно. Но здесь у меня группа, знаете, такая сейчас, такая камерная, дружеская. Мы там общаемся. Она такая, как чат сделана. Я вам ссылочку оставлю. Сами под видео. Так что, если хотите к нам присоединиться, присоединяйтесь. Я там делюсь, знаете, такими живыми нашими новостями там. Чего у нас в холле нового. Ну, в общем, какими-то коротенькими видео, зарисовочками, идеями, ссылочками. Так что, буду вас рада видеть и там тоже. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok